Колхозный рынок с самого утра полон покупателей, желающих приобрести продукты с личных подворьей более чем достаточно. К тому же прилавки играют буйством красок от лежащих на них фруктов и овощей, дынь, арбузов и зелени. Возникает невольное желание их приобрести, да и цены демократичней, чем в супермаркете. Но ведь зрительной оценки покупателя мало, фрукты требуют лабораторной проверки. На колхозном рынке к этому вопросу подходит серьезно, да и контролер тщательно следит за тем, чтобы товар был проверен. Шла сейчас с города, решила зайти на рынок, все-таки на рынке цены ниже и продукты, я думаю, качественные. Вот захотелось персика, приобрела сейчас, но я думаю, будет вкусно. У нас вот дынька есть, торпеда, очень вкусная, узбекская дыня, она сочная, сладкая, самое время ее брать. Арбуз тоже краснодарский, август это как раз время для арбуза, тоже очень сочный, сладкий, вкусный арбуз. Ну и сейчас вот как раз популярностью пользуются кишмиш, виноград, это как раз его время. Персик, нектарин, тоже вот это все, это его время. Все такое сочное, сладкое, очень вкусное. Рынок это то место, где есть возможность немного поторговаться. Этим он и отличается от других торговых точек. Каждый выбирает сам, где и у кого приобрести сладкую дыню и сочный арбуз. Единственная цель, которую преследуют все покупатели, это качество и цена. Некоторые люди предпочитают только выращенную в домашних условиях продукцию. Для них рынок – прекрасная возможность ее приобрести. Год в этом году был очень сложный, конечно, в плане и фруктов, да и овощей тоже всего. Ну, как-то с божьей помощью вырастили и огурцы, и помидоры. Правда, ну, не такой урожай, как бы хотелось, но нормально. Как говорят в народе, летом запасай, зимой подъедай. Вот и стараются брещане запастись витаминами. К тому же, когда, как не сейчас это делать, если фрукты и овощи в изобилии вкусно, а главное, ведь полезно.